весь из полей я фактически сдавал экзамен как 15 год голое поле показывал вот смотрим прошло время снизу вверх или сверху вниз я не обратил внимание они все правильно вот и так она же учеба подходили мы сегодня 19 до 19 подходили мы с ирина санны да я говорю смотри только говорю нашу с вами новая знакомая ульга исакова приказала бы сто процентов сто процентов штамма на инструкцию всего написала до 40 сантиметров потом одумалась подумалась написала до 50 все должно быть уничтожено видели причем на кольцо так коротко буду сами понимать почему долго никогда размахивать так ирина санна поворот смотрим вдруг на какой-то это знать почему она куртки а куда денешься комары достали так это значит есть здорово не повезло весной забыли хотя этот саженец должен был переехать туда в ленинград ой в ленинград слушайте а может это по фрейду ленинграде тоже надо садоваться развивать а вдруг это я случайно заглянул будущее и сказал слово ленинград а нет нет такого города питер а может вернем ему название ленинград ну посмотрим вот весна была это же в это самое ну как получилось привели три года назад и все и забыли сейчас идем мать честная вот если бы не игрушки и мы бы не вспомнили конечно выглядит она сиротливо никто к ней не подходил вот можно было его когда один год был вот здесь одно отрезать сильнее вот это выпрямить с помощью коля в насильственно ну что получилось то получилось мы просто про нее забыли вот это венгеркин пока не в таком виде так а это значит и внезапно сфотографировала не успела настроиться то же самое вот вы знаете я даже сейчас я дома похожу по саду отдохну от исаковой вот посмотрите гражданка исакова я даже лучше до сих пор не знаю вот они нижние ветки вот они кто их отрезал зачем их отрезать сейчас я скажу постулат который вы не знаете и знать не можете почему потому что вообще не знает мировое это и так железо утверждает что ветки на которых плоды обычно это верхние вот обязательно уже для того потому что у них есть листья вы когда учите резать вы не знаете об этом потом на них листья появится листья это фотосинтез это производство глюкозы так и глюкоза насыщает сахарами уже виде сахара плоды плоды съедается животными птицами разносится по округе и таким путем проходит ферментацию в желудках вот слова только знаете и появляется потомство а ветки обычно это ниже на которых нет плодов листья точно так же вырабатывают глюкозу ну сядьте напишите может быть придется зазубрить потому что вы из другого мира вы не знаете таких слов вот вырабатывают глюкозу листья вопрос куда идет этот глюкоза ответ железово не от вас в жизни не догадайтесь больше их уничтожаете эти листья предназначены для не просто кормежки корней а для кормежки ну 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 грибов с помощью микоризы именно глюкоза именно сахаристыми веществ назовем ну так нам более знакомы слова сахар сахароза кормят грибы а грибы поставляет им органику это вот такой процесс понимаете который вы отрезал листья не будет с этого сахарозы не будет глюкозы а вы приказали отрезать ветки обычно зимой когда никто не догадывается что на них листья появятся которые создают глюкозу которая кормит корни еще раз вверху плоды самые сладкие и это же сладость достается грибам которые без этого никогда не станут кормить дерево эта цепочка она не просто пищевая это стимул как еще объяснять то и ведь главное что уже объяснял после этого 5 просто я увидел пожалела да им нет не было сил там было дальше ниже посвящается ольги саковой ну ее подружка таким же вот уже объяснил нет берем отрезаем нет берем отрезаем нет берем отрезаем и тут же получает от этой несчастной женщины которые научили калечить спасибо дорогие спасибо а я-то бедное не знал а это джерезу тут вот примерно так если настроить людей ну поняли нет хоть что-нибудь надеюсь стоим и уже не сана уже не я уже она а это потому что она в тени поэтому вверх влезет и груда правильно соображает эти персики теели они были практически мертвы я даже не ожидал что они оживут так правда они чуть живые даже сейчас после такой страшной зимы с одной стороны мировые рекорды теперь надо брать на черенки так и выращивать следующем поколении ведь вы понимаете что они ни в одном научном саду нет морозостойкости такой до 30 28 до их предел а здесь до 40 но и конечно пострадали капитально но нужно ухватиться за них они последние на планете ждать поколения сана пройдет это весь путь вот этот сейчас она аспирант ну как вы там ну судьбы или ваша подруга 7 сортов люпина создали ну конечно это что-то кормовое да смейтесь на том что я не знаю что такое люпин нужно точно что нас не накормит а здесь она знает что дерево отклоняется вот от этих тут стена стоит из деревьев а вот солнца не хватает она отклоняется вот это учеба а почему отклоняется еще этому месте прививали и вот этому месте прививали вы посмотрите вроде недавно позапрошлом году она появилась в этом самом качестве ученицы это не хочет поворачиваться а вот ну и результат смотрите они быстро растут она еще потом видите просто это вот это она держит то место специально для то что она покажет своим руководителям она имеет прямое отношение она привает я обматываю вот я приваю она обматывает ну чтобы время сэкономить заодно учиться зато где как привать и когда правильно прививаешь где положено посмотрите какие приросты потом сегодня 19 июля ну чё кажется с ученицей то ли ей повезло вот так что то не там нажимаю то ли ей повезло то ли мне повезло вот эти вот персики это сергея его работа а вот это вот самое я показывал первых вебинарах еще вот предыдущий хозяева кстати это елена санна этой мама вот у меня в гостях сегодня так вот она уже была таким когда купил пятнадцатом году это так как всегда вот так шланг был переливы бесконечные привели гибели уже на что вишни не бояться этих как и называется влаги на что они не боятся это все равно угробил хозяев почему постоянно выдалилась есть предел всему только об этом не знают эти самые которые пробильные поливы еще посмотрим у нас еще 10 минут вот сейчас не хочется но разворачиваться а вот эти персики мы привали это было первый год практики видите первое смотрите эти еще до нее были выдавалами они погибли поэтому уже вместе привали вот это пониже 1 . знать почему с нее было взято 10 черенков думал погибнет это это девица а так получилось две зимы перезимовали живы так вот это я вот вот это как раз дерево с которой 10 черенков взято и которое должно было убить дерево на славу бы не убило это манджурские орехи посадил ребеночек мой которому на тот момент исполнилось 6 лет это сенька внучок я сказал сенька удастся продать все таки дефицит деньги твои вот видите вот это значит еще одна еще одна еще одна я показал вот прививка видите вот это это обреку смотрите под вовите я его никогда не убираю почему я все равно надеюсь на чудо вот представим себе что он заплодоносить пусть он выглядит непрезентабельно где-то как сирота и это на абрикосе на подвое прекрасно устроился персик а сам абрикос родной оказался в стороне как сирота все равно дозрит плодоношение я жду чудо я жду то что назвали химерой и приговорили нас латинком как мы этих самых данном случае как там была сама назвали будем дальше а вот это почему так это тоже персик тот самый но мы увидели сбоку вот а это он привит уже заметьте идет соревнование этот нам абрикос вот он сбоку держит в правой руке к это китайская слива красно-синяя называют вот ее от пляс сгубила практически но мой принцип такой сказал не буду ухаживать не буду ухаживать хотя конечно какой-то ущерб есть в данном случае спасибо от пле она приостановили рост слива если доминирующим теперь является не слева а персик так что ниоткуда без добра а вот вот еще одна ее прививка она мне знаете как интересно а ладно все детали потом время уходит вот здесь я привил ой я посадил вместе с елена садной косточки абрикоса академик вот три штуки я жадные склады штуки твои а вот остальные я рассажу везде где место освободиться я теперь сам понимаете сапожник высоко у моих друзей вон катя карташова она же администратор моего сайта у кати карташовой я уже показываю еще покажу выросли из косточки мои вы называете сам академиков прекрасные плоды а ольга как те там исакова прекрасные плоды хотите я напрямую свяжу ведь это можно и просто не поверить договорился с девочкой и она взяла там это где картинку из этого из интернета поговорите напрямую узнаете имея такие знания как у вас жесткое это что железо в саду при свободном отверстие не выросли только дички но проверьте и вот я плюнул прошлом году мы с саду посадили косточки вот эти косточки а им полтора года первый год такие слабенькие были а я их не подходил вообще вообще не подходил мой принц хотя они растут на каком рассадьбе уходу и в этом году уже просто получше хотя земля с углиных ну а потом рассадим но этого это общий вид общий это молодежь это молодежь позапрошлом году было по это или привита не так или в другом месте она была привита и однолетними пересаживания пока что видите то видеть так ходим по саду еще один саженец ее наш наш но она теперь смело может называть его своим хочу так плохо видно что так плохо видно а нет это просто задержка ну вот это прививки первого года вот смотрим дальше так нет буду честен это не эти а венгерки сергея мы когда я посадился на постоянные места а он между ряди посадил огромное количество он там даже сейчас видно это остатки вот так растут густо-густо но эти самые сливы но они летят сливы посадлены были под прошлым году они взошли опросом зашли вот а вообще длинные ряды были его он тут выросли на сотен саженцев вот а эти мы оставили 1 2 и там еще 35 таких это венгерки молодое поколение мы берем калеченых с них ветки берем они так быстро начинают болеть а да все жалко это сергея а это посмотрим а исходы не узнал так сейчас сориентируюсь это напротив этого этом и миссии поливали абрикос так идем дальше и этот абрикос мы вместе прививали так этот абрикос мы вместе прививали хотели тот же а нет это тоже ну этот постарше это моя работа а это дели вместе или моя понимаете что я скажу ему три года что это была ее практика скажет дочери сумасши где вы видите такие большие у меня не за это не заставляет у меня за один год такие выраствовали так что здесь у нас а здесь вы знаете почему стоим это постарше немножко этому где-то года четыре вы просто она показывает вот эту рукой высоту прироста этого года то есть один год это есть они поэтому у нас сад такой вот перед вами трехлетка да нормально они все загущены они мешают они были бы мы все газа но и добавим что опять надо делать так волши чтобы не ругали меня друзья священники видите я не клялся вот что в этом саду я вам показал девочка это моя племянница со санга до шарко дело только ради съемки при посадке полил все и уже который год и к ним не подходим вообще представляете вот вся та дурь которая придумана современной наукой по уходу она дурю и осталось если бы не это а я как сделал когда 15 году я сергеем посадил этот сад но я сад а он питомник вот я сказал себе и вы знаете первые вебинары четыре валют вебинар я сказал я по новой сдаю экзамен раньше было понятие переаттестация чему я сам научился за эти годы я долблю 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 что большинство агроприемов практически все смертельно опасно ненужной каторжи я должен был доказать а вот они посадки беда свободы сейчас поверну вот видите а вы знаете почему такое маленькое сказать да потому что я с него уже сотни веток взял открывай секрет это привитое дерево сотни веток с него взял так наше время истекло мы сейчас закончим этот так называемый весь из полей что тут еще но это понятно этому вместе мы последние три года вместе перевали вот поворачивается тоже вместе но это уже это колновидки еще раз напомним друзья увидели колновидки ну кроме яблони и тянут это все вдох на закона да колновидки да без обмана вы знаете что с них не новички не делали на саду я хоть один саженец привел колновидки сырье хоть один продал нет почему мы не мошенники потому что мы деньги возьмем у вас никогда не будет урожая кроме вот таких вот видите это предел вот я имею ввиду большая часть россии так вот еще одна колновидка все еще жду когда заплата значит вот какие они скороплотные вот что хватит вот я в савинчик это я мерил савинчик вот ты савинчик попугая конечно она была бы эта сажень гораздо длиннее я искал не обижайся это шутя это по-дружески вот замер савинчик мне нужно тех которые метр семьдесят пять метр восемьдесят чтобы это самое такими вот мерить а как иначе ну что все друзья хватит наше время истекло вот но вебинар не закончился дальше идет диалог я сейчас включаю вопросы ответы и мы с вами на пять минут расстанемся все